Хакерская атака Слор Уинт Нефтепродуктов, обеспечивая 45% потребностей восточного побережья в дизеле, бензине и авиационном топливе. Ответственность за нападение взяла на себя группировка DarkSide. Аналитики считают, что она может состоять из русскоязычных хакеров. Примерно в какой-то такой атмосфере прошла встреча главы Госдепартамента США и министра иностранных дел России. Ни для кого не секрет, что у нас есть разногласия. И когда ситуация обостряется, то мы готовы, как это демонстрировал президент Байден, дать ответ. Если Россия проявит агрессию в отношении нас, либо наших партнеров, наша реакция не заставит себя долго ждать. Но у нас есть множество областей, в которых мы можем сотрудничать. Это борьба с коронавирусом, климатические проблемы, а также ядерные программы Ирана и Северной Кореи. Это первые личные переговоры на высоком уровне между администрацией Байдена и российским коллегой в преддверии возможного президентского саммита. Он намечен на июнь 2021. Ранее Байден назвал Путина убийцей, Москва в ответ отозвала своего посла из Вашингтона. Дипломат до сих пор в американскую столицу не вернулся. По словам Блинкина, действующая администрация заинтересована в предсказуемых и стабильных отношениях. Лавров этот нарратив охотно подхватывает. Но вот незадача. Весь внешний фон встречи говорит об обратном. Российские военные подняли воздух-истребитель Су-27, чтобы сопроводить американский бомбардировщик Б-52ЭЧ над Балтийским морем. Нарушения национальных границ при этом зафиксировано не было. Хотя воздушные средства двигались, что называется, буквально по краю. Встреча Лаврова и Блинкина прошла в рамках 12-го министерского совещания Арктического совета в Исланском Рейкьявике. Туда прибыли главы МИД всех восьми государств, имеющих территории на Крайнем Севере. По результатам встречи они подписали совместную декларацию. Она подтверждает приверженность Совета поддержанию мира, стабильности и конструктивного сотрудничества в Арктическом регионе. Подчеркивает уникальность положения арктических государств для продвижения ответственного администрирования региона. И подтверждает важность принятия немедленных мер для борьбы с климатическим кризисом в Арктике. Но так отмечается в пресс-релизе. Также пресс-служба Госдепартамента заявила, что участие госсекретаря Блинкина во встрече Арктического совета и подписание совместной декларации подтверждает приверженность Соединенных Штатов обеспечению мира, процветания и устойчивого развития региона. По случаю 25-летия совета министры одобрили первый в истории долгосрочный план, который отражает, как они сами называют это, общими ценностями, устремление восьми арктических государств, а также шести постоянных участников совета. На основании этого плана будет строиться работа совета в следующем десятилетии. После министерского совещания председательство в Арктическом совете переходит от Исландии к России. В течение двух лет своего председательства Исландия уделяла особое внимание работе в области защиты морской среды Арктики, борьбе с изменениями климата, развития экологически чистой энергетики, обеспечения процветания населения Арктики, а также укрепления самого Арктического совета. Достижения совета за время пребывания Исландии в роли председателя включают в себя, но опять-таки, которые они себе сами приписывают, расширение базы знаний по северному судоходству, улучшение систем реагирования на чрезвычайные ситуации в полярных водах, оценку воздействия климата на арктические экосистемы, уменьшение загрязнения, а также многое-многое другое, прекрасное, хорошее, и руками что пощупать нельзя. Вот почему-то в голове песня рок-группы Маши Медведя «Рэйки-а-вик», «Рэйки-а-вик». Почему? Потому что, кстати, солистка из Краснодара. Из фестивального микрорайона. Да, и почему я вспомнила кусочек этой песни? Потому что шеф американской дипломатии Баленкин настаивает именно на этом городе, на этом исландском городе, как на месте встречи двух президентов, Байдена и Путина. Говорят, что встреча состоится буквально не с дня на день, а в течение нескольких недель. Баку предложил свои услуги по месту проведения саммита на двух президентов, также Вена, если я не ошибаюсь. Но, кажется, выбор падет на «Рэйки-а-вик». Говоря об Арктике и вообще об этом регионе, конечно, нельзя не вспомнить о том, что некоторые амбиции присутствовали еще на этот регион, на этот кусок земли, богатые, кстати, полезными ископаемыми, нефтью, газом. Амбиции существовали и у прошлой администрации Трампа, который даже подписал документ, настаивающий, что в долгосрочной перспективе туда должны вкладываться деньги, что правительство должно заниматься этим регионом, в частности, создать ледокольный флот. Что это такое? На мой взгляд, стыд и позор у такого государства, самого сильного в мире, самой сильной державы в мире Америки всего, если я не ошибаюсь, два ледокола, один из которых тяжелый ледокол «Полар Стар». Например, для сравнения, в Финляндии тоже семь ледоколов, в Канаде шесть. И, конечно, не хочется отставать от других стран, и экс-президент Трамп заявлял, что нужно вкладывать деньги в создание ледокольного флота, нужно не брать в лизинг, не брать в аренду ледоколы у каких-то других третьих стран, нужно иметь свои. Эту же тенденцию подхватила новая администрация Байдена и Харрис, которая, судя по всему, тоже будет развивать этот регион, и, наверное, все-таки бюджетные деньги из того же инфраструктурного плана, который Байден сейчас пиарит в каждом штате, скорее всего, деньги из этого плана также пойдут на развитие ледокольного флота, на создание ледоколов, хотя это, правда, конечно, долгосрочный. Ну, кстати, вот тут нужно понимать, что ледоколы действительно это нечто такое, что не строятся за два или три дня, а ледоколы наверняка были не особо нужны Вашингтону, просто потому что формально США выходят, конечно же, к Арктике с помощью Аляски, но большая часть территории США территория, на которой не бывает снега зимой, надо это помнить, поэтому тут особо колоть было нечего, но стратегически, да, это большое упущение, что этот флот не был создан где-нибудь на Аляске, и просто как необходимая важная стратегическая единица, в том числе влияющая на такие щепетильные вопросы, как национальная безопасность США, мог бы где-то такой порт себе вполне стоять, его могли бы обслуживать. Ну и, кстати, вот мы когда говорим про инфраструктурный план, то действительно возникает очень много вопросов, да, и претензий относительно того, что там многое, предлагается потратить огромное количество денег на то, что инфраструктурой не является, например, человеческой инфраструктурой. Нет, никто не спорит, что нужно помогать определенным категориям социально незащищенных лиц, ну так что же это все впиндюривать в инфраструктурный план, назовите это как-нибудь по-другому. А вот ледоколы имеют прямое отношение к инфраструктуре, это транспортные мощности, и это то, что при освоении Арктики, ну, по крайней мере, предыдущая администрация этого хотела, да, действительно, это то, без чего не обойтись. Но также не обойтись без ледоколов и в случае необходимости проведения каких-то военных маневров на этой северной части нашего прекрасного и любимого глобуса. Но вообще, кстати, если мы говорим про вот этот регион, что он из себя представляет? Какие там ресурсы могут быть любопытны, и какими ресурсами могут хотеть обладать крупнейшие страны мира? Ну, кстати, в основном в Арктическом регионе к нему, приграничные, либо входящие в него, это страны, которые либо крупные по территории России и США, например, Канада. Канада вторая повеличенная страна в мире по территории. Либо это государства, которые крупные экономики. Ну, взять ту же самую Скандинавию, в частности, это страны, где действительно с экономикой все очень и очень хорошо. До поры до времени было, но пока еще на старом ресурсе едут. На материковом обрамлении Северного Ледовитого океана известные крупные бассейны продолжаются на его шлейфах. Ну, собственно, вот это то, что оно себе представляет. Например, там Западно-Сибирский, да, это же шлейф Баренцевого моря или северного склона Аляски. Это нефтегазоносный бассейн Соединенных Штатов. Потом также в Канаде Свердруп есть точно такой же примерно бассейн. И, собственно, на нефтегазовой площади, которые обнаружены где-нибудь уже не на суше, а в море, претендуют большое количество стран, которые, если мы помним, все никак не могли с помощью линейки поделить, где твое, где мое. Ну, вот, например, недра Северного Ледовитого океана по своим термобарическим условиям благоприятны для образования, ну, вот, они благоприятны для образования определенного, для того, чтобы проводить там мероприятия, связанные с добычей нефти. Вот так вот просто сделано, да. По оценкам геологической службы США, до 22% мировых запасов нефти и газа могут быть расположены под водами Арктики. Это, между прочим, много. Вот маленькое такое уточнение-вопрос. Как думаешь, вот, Северная морская артерия, мы когда-нибудь, наша страна сможет получить доступ к ней? Или эту артерию монополизирована Россией? Ну, по большому счету, нет. Ну, то, что его когда-то в свое время именно Советский Союз прорубил и сделал, это факт, но вот я просто пытался понять, о чем же они там в Рейкьявике говорили. Потому что, на мой взгляд, как раз вот об этом и надо было говорить. Но мы видим, что в качестве итогового заявления в основном говорится о том, что необходимо беречь экологию и любить зеленую экономику. Но действительно, почему-то как-то вот ничего не сказано относительно Северного морского пути, как им распоряжаться. Дело в том, что Кремль очень долгое время пытался с помощью Северного морского пути решить свои поточные необходимости и предоставлять, либо не предоставлять этот морской путь, по крайней мере, на уровне риторики. Всегда было связано с какими-то пожеланиями. Но, в частности, про Северно-морской путь активно говорили до того момента, пока Россия не вступила в ВТО. И, значит, говорили, что вот, мы будем давать им пользоваться, только возьмите нас в ВТО и так далее, и тому подобное. То есть мы видим, что опять эта история может сейчас всплыть, тем более, что, по всей вероятности, Кремлю очень сильно хочется, ну, если верить Лаврову, найти с действующей администрацией хоть какие-то точки соприкосновения, потому что дальнейшая санкционная политика и давление – это та данность, которой живет путинский режим. Ну и, кстати, что у нас любопытно, кроме… ну вот, они говорили про животный мир. Они говорили про животный мир, и нужно понимать, что вот это еще территория, где происходит промышленное рыболовство. Это территория, не только богатая нефтью и газом, это территория, в которой именно животные ресурсы моря, рыба, в первую очередь, понятное дело, это то, что человечеству так или иначе надо, потому что мы видим, как растет население земного шара, мы видим, что, например, в Африке оно увеличивается, в Китае оно, как нам заверяют, начало уменьшаться, но при этом все-таки огромное количество мест, где людей становится все больше и больше. А чем больше людей, тем чем-то кормить, наверное, надо. И борьба за вот эти ресурсы, она тоже очень важна. И, кстати, вот это забавно, да, потому что иногда бывали такие времена, когда просто по хозяйственным необходимостям происходило изменение экосистемы. Ну вот, в частности, у китайской администрации, коммунистической, еще во времена Мао Цзэдуна, была идея, что воробьи, они очень плохо влияют на то, каким образом вокруг Пекина происходят сельскохозяйственные процессы. Очень долгая история. Я считал, что воробьи клюют что-то, что очень нужно на этих полях. Неважно, я даже не хочу в этот бред залазить. В общем, перебили всех воробьев к чертовой матери. Нет больше в Пекине воробьев, да. Поэтому, мне кажется, что чем больше нас, как людей, будут становиться, чем больше мы будем озадачиваться вопросом, что нам есть, то, конечно же, вопросы добычи, в том числе рыбы в арктических широтах, они будут иметь не менее стратегическое значение, чем добыча газа или нефти. Переходим к следующей части пульса дня. Руководитель Федеральной службы исполнения наказания рассказал об условиях, которых содержится. Алексей Навальный. Все подробности после короткой паузы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова